Ребята, всем привет! Мы встретились с Кариной. Она буквально на днях прилетела. Сегодня у нас с ней есть общее дело. Мы корреспонденты сегодня от Рутюба. Приехали на Поклонную гору, Парк Победы. Здесь сегодня проходит благотворительный забег от фонда. Сейчас вам скажу, как правильно называется фонд. Кому будет интересно. И мне самой тоже, если есть память. Короче, это благотворительный забег в поддержку взрослых с диагнозом рак крови от фонда борьбы с лейкемией. Вот так. Так что мы с Кариной сегодня здесь будем награждать людей после забега. У нас у каждой есть номинация. Также мы будем, как я уже сказала, корреспондентами. Будем задавать людям вопросики. Обалдеть! Я в первый раз буду корреспондентом. Интересно. Ну, волнуемся, наверное, чуть-чуть. Я еще... Мы сейчас проезжали, я увидела там столько людей. Очень много людей будут бегать. Молодцы. Вот так. Так что мы пошли. Вообще-то мы приехали как бы работать, поэтому не знаю, буду ли снимать прям влог. Может быть, после. Так что расскажу свои впечатления. Ребята, я сейчас нахожусь в доме на даче, где у нас идет ремонт. И если вдруг вы пропустили, у меня вышел на Рутюбе эксклюзивный влог про ремонт на даче. Прям там несколько дней, как мы сюда приезжали в разные периоды и показывали этапы стройки. Так что обязательно посмотрите. Уверена, вам очень понравится. Будет интересно. Делимся разными подробностями. И там не только про ремонт, поэтому... Ну, короче, влог получился длинный, насыщенный. Поэтому переходите по ссылке, смотрите. И вот я вам еще показываю нарезочку. И вот опять снова мы едем на стройки. Получается, вот кровать, вот будет посередине вход в гардеробную. Пока у нас ушел ремонт, у меня уже мечты поменялись, я теперь хочу в доме жить. Как часто у нас тусы. Как хочу своего мужа, так и галашмай. Получается, вот это все пространство нам не замерили. У меня есть такое дикое, сильное желание, чтобы у Ани с ее папой была такая же связь, как у меня с дедушкой. Не хочу чуланы, у них всегда страх, что какая-нибудь мужа с домом. У нас сейчас на даче ремонт встал. Вы спрашиваете, почему у нас Анюта такая пухленькая? Потому что она обожает пущиться. Я считаю, что без дизайнера просто никуда. Мы это сделали не так, то сделали не так, тут криво. Так нам тут понравилось, что переедем сюда. Так хочется мероприятий, вечеринок. Вот так вот мы в коридоре проходим. У нас родится второй ребенок. Вот, 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 вот уже переезжаем в новую квартиру. Можно было бы здесь ставить елку, как бы это было бы красиво. Просто фазендо. Всех приглашаем, ё-моё. Так, друзья, друзья, поддерживаем Таню. Третье место. Во-первых, это огромная честь для меня. Спасибо, что вы прям на судьбе. И купали 19 секунд. Татьяна отделяла от второго места. Здесь Елена Митрофанова показала лучшие секунды. И это секунды 9 минут и 7 часов. Номер 23-23. Вот это я понимаю. 9 минут, 7 секунд. Так, ребят, мы уже здесь. Я уже успела взять мини-трюм уже из Канаро. И она сегодня будет бегать в частную забеги. Очень много людей. У нас есть шатер, в который мы можем заходить. У нас есть браслеты. Вот, дали водичку, конечно. Вообще настроение хорошее. Вот, я думаю, что все будет супер. Расслабленная, приятная атмосферка. В фон по борьбе с лейкемией. Самое время жить. Забег благотворительно. Мы с Кариной сегодня корреспонденты. Я уже об этом спорта сказала. Ты знаешь, что я так продал? Ходим с микрофоном, задаем вопросы людям. И не только людям. Мы сейчас с Кариной немножко поменялись, чтобы она сейчас больше ходила, спрашивала. Потому что вначале я много ходила, задавала вопросы людям, прохожим. Особенно тем, кто уже прибежали. Бежали дистанцию 5 километров. Дорогие манчёры, подойдите, пожалуйста, к кому-нибудь к сциле. Те. Что? Садавала вопросы тоже людям разным. Кто побежал, кто побежал. Где-то через минут 40 будет уже финал этого забега. И мы с Кариной будем поздравлять. Те. Ну да, награждать номинантом. Прикольно. Скажу, часто я больше волновалась. Я когда-то спрашивала. Где находит крикная станция? Привет, конечно, давай. Ничего не кричит, давай. Прямой наводкой можно идти в Москву в России. Я у нас на вопрос, блин. Да. Вот это я подробно. Да, конечно, давай. Друзья, если вам сам присоединиться. Давай. Спасибо, хорошо. Спасибо. Спасибо, что тоже счастливо. Спасибо, что смотрит хорошо, что приятно. Пока, пока. Спасибо. Короче, вот такой прикол. Там девочка стояла с плакатом, Юля, я такой горжусь. И мы в Гарнули, я к ней подошла, и такая типа, ой, как приятно. Она такая, это не вам, видимо, узнала тоже меня. Я говорю, я тоже Юля, я думала, вы мной гордитесь. Но это шутки, типа, шутки в стиле корреспондента, понял? Я спросила, она там локад для подруги подготовила, очень приятно. Вот тоже берет интервью. А я, кстати, пообщалась с одним милым дедушкой, который сказал, что он 46-го года, если я не ошибаюсь. 46-го? Это, получается, ему 77, что ли? Вообще, и бегает, и бегает. Здорово. Я думаю, что я... Нет, это очень интересный, необычный опыт. Я вообще благодарна Рутюбу за то, что дали такую возможность. Это действительно так здорово. Вообще, здорово быть причастной к чему-то такому хорошему, да, к благотворительности. Это вообще всегда приятно и важно. И мне всегда очень важно такие вещи освещать. Я всегда стараюсь не оставаться в стороне. Вот, и поэтому вдвойне приятно быть сегодня здесь. И вообще увидеть всю эту атмосферу, увидеть людей, которые... Я узнала, что, чтобы поучаствовать в этом забеге, люди платили деньги. Ну, то есть, не надо было платить за регистрацию. Но, получается, ты получаешь удовольствие от того, что ты бежишь. Тем более, люди, которые бегают, мне кажется, они любят вот именно такие... Когда много всех. Ну, то есть, это же так интересно. Такая активность. Ну, и самое главное, что это на благое дело. Поэтому, получается, люди за регистрацию какую-то сумму платили. Я, честно, точно не знаю, какую. Вот, я просто рассказывала про этот фон, про этот забег. Заранее успят в соцсетях. И вот, как бы, сегодня здесь тоже присутствую. Очень ноги здесь с детками, с колясками. Кто-то даже с колясками бегал. И все, получается, эти средства пойдут людям, взрослым людям, лечением гликемии, получается. В общем, это очень-очень важно. Здесь такой плакат у нас в шатре висит, что взрослые, как дети, только они, ну, типа, не просят о помощи. Ну, как-то по-другому там, по-моему, было написано. Ну, типа, взрослые, как дети, только они молчат о помощи, что-то такое. И это, на самом деле, так, ну, действительно, знаете, я просто часто натыкаюсь в тех же, там, рилсах, еще что-то, на видео, где собирают детям, на лечение, да, на помощь именно детям. И, конечно, это все очень-очень тяжело. Сердце разрывается. Я всегда тоже стараюсь и денежку отправить, и репост сделать, как-то поучаствовать. Но, на самом деле, безвзрослым действительно тоже нужна помощь. Вчера я специально даже посмотрела ролик на эту тему, на тему лейкемии, что эту болезнь можно даже вылечить. Вот. А если там даже какая-то очень сложная стадия, то, по крайней мере, есть возможность продлить человеку жизнь на 5, 10, 20 лет, на качественную жизнь. Поэтому, привет! Какая подписчица! Спасибо большое! Пусть обидаетесь. Спасибо! Смейте снилось? Давай, давай! Ты влог снимаешь? Да, снимаю влог. Смейте. Ну, не, мы тут не с самого утра. Ну, да. С 10-ти, с 40-ка с 1-ти. Ну, с самого. И как вы просто ходите, как сказать, с вашим самым корреспондентом? Мы с Кариной, да, корреспондентом. Вот сейчас с Кариной там общается, берут интервьюшечки. Вот, сейчас уже скоро будет финал, сейчас 10 километров люди бегут. Когда прибегут, мы с ними тоже поболтаем. Потом будем награждать у нас каждый по номинации. Ну, и все. Ну, и все. Ну, вообще. А вы как? Да, да, я тоже. А у вас, вы интервью берете у тех, кто пробежал, да? Ну, кто пробежал, кто собирается побежать, кто пришел поддержать. Вот так и гуляем. Обещает, да. Одна без славы, без... Одна, да. Мех, даже они скустят. О, хорошее имя, доброе чувство. А вы сюда просто погулять приехали? Да, мы приехали погулять, узнали, что это такое мероприятие. А где убили? Слушай, у тебя и у Карины я уже сделала. Спасибо, что приехали. Да, спасибо, что освещаешь такие темные годы. Спасибо. Ладно, не отыкаешь. Спасибо, что подошла. Спасибо, что приехали. Слушай, что это очень смыло. О, как мило. Вообще, так здорово. Я получаю огромное наслаждение, когда ко мне подходят, со мной здороваются, мои парточки общаются. С Кариной надо поменяться. Сейчас буду я задавать вопросы. Поехали! Ребята, я встретила большую команду. Хочу задать им первый план. Вы смотрите Рудюб? Да! Рудюб социально ответствует на главной странице, потому что есть проект. Спасибо. Спасибо. У нас есть все. У нас есть все. Ура! Амбастадора Рудюб и блогера Юлию Пушман я приглашаю. О, Юрика! Спасибо за то, что вы всю жизнь готовились к выходу на сцену. Юрий, занимайте любое вообще. Как вам забег? Давно ли вы на забеге? С самого утра, с середины? Расскажите. Мы приехали вместе. Я очень в полном восторге, потому что я первый раз на таком забеге. Мне кажется, было очень здорово. Было столько людей. Никто не побоялся дождя. И просто восторг. Я хочу сказать большое спасибо Фонду и Рудюбу за приглашение. Я получила огромное удовольствие пообщаться со всеми и увидеть просто людей, которые делают такое хорошее дело и занимаются спортом. Просто мой текст сказала. Иди, поддержим, какие приятные у вас впечатления происходящие. Все нас поддержат. Это очень рутюбная тема. Да, вот моя фраза такая была. Бегемота видели? Да! Да! Бегемота видели! Это Бегемот! Друзья, причем... Это ваш? Это вы? Иди! Боже мой! Я не думал, что его там убили. А вы нас ищем! Мы ищем на Бегемоте! В каждом Бегемоте кроется прекрасная девушка. Поднимайтесь. Хлопаем, ребята. Сейчас мы узнаем. Быстро вспоминайте, как в Мадагаскаре свалить Бегемотеху. Наша Анна скрывалась в костюме Бегемота. Вот это да! Она была съедена гиппопотамом, но потом реинкарнирована. Анечка, поздравляем! Принимайте, пожалуйста, поздравления. Принимайте подарки. Юленька, вам спасибо. Кстати, Юля Пушман сама лично все это приготовила, как только приехала. Правильно? Девочки, будет ли совместная фотография? Ну что ж, ребята, все закончилось. Мы с Кариной наградили людей в наших номинациях. Уже, конечно, многие разошлись. Понятно, по каким причинам, что, собственно говоря, долго тут быть. Хотелось бы сказать, что собрали 13 миллионов. Представляете, денег. И все это пойдет на помощь людям. Так что очень здорово. Не может это не радовать. Карин тоже снимает. Я здесь так давно не была. Как же здесь здорово вообще прогуляться. Как красиво. Нам подарили подарки. Мы здесь вообще какую погоду только не застали. И палящее солнце, и ветер, и дождь, и сильный дождь, и слабый дождь. Короче, вообще классно. Мне понравилось. Я думаю, девочки, что я могла быть хорошим журналистом, хорошим корреспондентом. Я думаю, что у меня есть для этого все необходимые таланты. Какая здесь классная детская площадка. Может быть, задержаться. Прикольно. Вы нас к выходу, да, ведете? Да. А то мы уже забыли. Куда идти? На парковку. Да, да, да. На камеру. Идем на лайк. Вставляю. Как смешно. Да-да-да. Круто, скинешь? Да. Блин, мы же не так шли. Икоро-куда. Так шли. Так, ребята, я приехала после своей корреспондентской деятельности. Дома покушала. Вчера курочку делала в духовке с картошкой. Мы все поели. И, ну, собственно говоря, что-что-что делать-то? Не сидеть же дома. Чудесный денек. Я совсем забыла с вами поделиться и рассказать новости. Помните нашу коляску белую, которая Сайбекс Коя? Она же для перелетов идеальна. Она с нами летала в Дубай. И отлично себя там чувствовала, отлично провела там время. И совсем не испачкалась. Представляете? Ну, то есть была в идеальном хорошем состоянии. Но Турцию она не пережила. Что произошло? Я зас... Ну, не я. Короче, коляска вся у нас была запачкана. Хотелось бы все-таки подметить то, что в этой коляске в Турции Аня уже много находилась. Каким образом? Намазанная кремом много раз, помазанная этим кремом прямо в коляске. То есть все вот эти вот боковинки, они были грязные. Кто-то скажет, ну что это за крем такой, то что грязь, вы любую вещь, если очень много раз в течение дня будете мазаться и на протяжении двух недель любую вещь, которую не стираете, она испачкается. Она будет в грязи, да, потому что крем трется об ткань, потом на нее попадает песок, грязь, да что угодно. Поэтому это как бы в целом понятно, логично, да? Все же понимают. Короче, коляска у нас испачкалась. Плюс Аня периодически у нас в этой коляске там бывала, находилась прямо в купальнике без всяких там подгузников. И что-то да где-то могло как-то произойти, но я эту коляску прямо в душе мыла в Турции. Ну, чтобы конкретно, конкретно что-то помыть, например. В общем, она потрепалась. Когда мы прилетели в Москву, я понимала, что, ну, не вариант, то есть она реально грязная, надо ее мыть. У меня был какой-то идеальный план в голове, то что я ее замочу с специальным вот этим кислородным отбеливателем для детского, вот то, что я как раз использовала. И я просто замочу, все будет идеально. Я в моменте осознавала то, что могу сделать хуже, но это меня все равно не остановило. Короче, я ее замочила. Грязь как была, так и осталась. Коляска как будто, как мне показалось, стала более серой. И потом я решила ее постирать. И в тот момент я второй раз осознавала, что могу, ну, совершаю, скорее всего, ну, какое-то неверное, неверное движение я сейчас сделаю. Но это меня тоже не остановило. То есть я осознанно пошла на то, что я могу сама своими руками испортить коляску, которая на минуточку новая стоит. Вот 60 тысяч. Да? Очень. Короче говоря. Все, я все сделала, постирала и испортила ее. Просто испортила ее максимально. Да я ладно не максимально. Стирала я ее три раза. Ну, как не максимально? Я споганила чуть-чуть, а так? Так, а все в этом и порча стала хуже, чем было. Зато чистая. Ну, чистая в плане, может, микробов там потравила я, но в плане цвета и внешнего вида она действительно стала выглядеть куда хуже. В итоге так получилось, что задняя часть коляски, внутренняя часть, она поделилась на два. С одной стороны оставался белый цвет, а с другой стороны темно-серый. То есть она, видимо, как-то так лежала, что вся грязь, серость переплыла на одну сторону. Делюсь с вами архивными записями. И когда я поняла, что, ну, просто трындец, я нашла химчистку, но, как Слава говорит, я и тут лоханулась, типа, поехали. Я выставила объявление, что мне нужно отмыть коляску. Ну, химчистка и коляски нужна. И мне написал молодой человек, сказал, что я ее сегодня могу забрать, уже там завтра-послезавтра вам ее привезу. Я ему все, ну, то есть там у меня в объявлении были фотки, я все описала, чем я пыталась сама отмывать. То, что я сама, как бы, сделала хуже, что уже была попытка ее отмыть всякими средствами. То есть я, как бы, все это описала, потому что я понимаю, что обычно, ну, как бы, сложнее становится все это отмыть. О, здесь уже Матронушка. Да, Кристина, тебя здесь. Короче, все это сложнее становится отмыть после того, как ты сам попытался что-то сделать, поэтому лучше сразу в химчистку обращаться, если что. Он приехал, забрал коляску, сказал, что, типа, через сутки вернет. И знаете, когда он ее вернул? Через две недели. Около четырех дней мне, ну, лапшу на уши вещал. Типа, завтра завезу, завтра завезу. Нам уже прислали новую колясочку. Я вам показывала. Из-за того, что у нас уже есть новая коляска, ну, она нам не так сильно горела, но все равно меня волновало, что за фигня. Он мне присылал фотоотчет, что как бы отстирывается, но плохо, он ее несколько раз стирал. Короче, вчера наконец-то он ее привез. Слава еле как, ну, это очень сложно реально, но собрал всю эту ткань. Там действительно, ну, голову можно всю сломать. Собрал, и вот показываю, как стала выглядеть коляска и что смог отмыть вот этот вот парень, которому мы отдали в химчистку. Ну, короче, когда мы ее собрали, поняли, что все равно она выглядит не вау. И мы решили, что мы ее продадим. Мы в этот же день ее продали очень быстро, ну, выставили объявление, ее забрали вообще быстро. Мы ее продали за 30 тысяч, просто по щелчку пальцев. Слава вообще сначала выставила за 35, но, блин, конечно, новая такая стоит 60, 30 тысяч. Ну, во-первых, почему? Испорченный цвет. Ну, это же тоже уже не камильфо. Все остальное в целом норма из-за того, что я ее стирала в машинке вместе со специальными этими, как эти проволоки называют, спицами. Короче, постирала ее вместе со спицами. Но они просто нормально помещались, я думаю, ну, не беда, нормально же все. Эти спицы немножко погнулить. Но это не так, типа, страшно. Да, одна. Это не так страшно, но когда ты открываешь козырек, вот я, благодарю. Я, конечно, корреспондент, но не на все сто. Я корреспондент только когда это вот кому-то я что-то снимаю для кого-то. Для себя я всегда туплю. И слова не знаю. Ну, так вот. И да, и козырек он немножко как бы лагал, понял? Типа, ты его до конца открыл, а он такой назад одним боком челк. Челк. Ну, короче, это, конечно, такое. Не, ну, если натянуть, ну, короче, 30 тысяч норм. Мы, правда, немножко даже переживали со Славой. То, что вдруг девочка расстроится, которая получит коляску. Хотя Слава там все тоже написала, писала. Мы засняли видео, как ее собирать склады. Ну, то есть, как бы с душой, так скажем, подошли. Вот, но мы все равно в моменте со Славой переживали. Вдруг девочка, ну, короче, не порадуется. Вдруг как бы это ее сильно расстроит, да, вот там какие-то нюансы. Хотя по цвету все видно. Короче, в итоге все хорошо. Девочка заказала, ну, девушка там, я не знаю, сколько лет. Заказала машину курьера, все отдали. Когда получила коляску, она написала, что... Как она написала? Что она сказала? Спасибо, коляску огонь. Да, то есть, например, сказала коляску огонь. И я была так рада. Мы еще со Славой... Он когда коляску отдавал курьеру, перед тем, как курьер уже к нам на этаж поднялся, Слава бегал по курсу, давай ей какой-нибудь подарок положим, давай ей какой-нибудь подарок положим. Ну, на самом деле, мы все равно, ну, нормально как бы продали просто. Ну, мы же понимали, что там есть в ней косяк. Ну, и девушка тоже знала, что есть косяк. Ну, хотелось как-то, не знаю. Я просто, знаете, поставила себя... Хотелось бы, чтобы она потратила деньги, приобрела коляску и была разочарована? Конечно. Она, правда, начала писать про то, что такая же новая стоит 40 тысяч, но она прислала эту коляску, ну, типа, в другой раме, а там как бы есть разница, типа, у нас же rose gold, вот это все. Ну, конечно, это как бы дороже стоит. Ну, официально такая коляска 63, по-моему, даже тысячи стоит. Ну, 60. Ну, короче, в любом случае, я очень рада, что она довольна, потому что я представляю, что я мамочка. Так вот, мы приехали смотреть эту новую коляску. Мы хотим просто посмотреть. У нас недалеко от дома находится этот магазин. Решили, почему бы не съездить, ну, посмотреть, что там есть. Я писала своей подружке Даше, которая месяц уже как мама. Вот, спросила, где они смотрели коляски. Вообще, мы обычно берем все коляски в мамы Жанну, но мне хочется просто вживую посмотреть разные варианты. Может быть, мы возьмем другой цвет. И... Может, мы вообще сейчас не будем брать коляску, а может, возьмем. Ну, и просто здесь детский магазин, помимо колясок, есть еще всякие другие штуки, которые я люблю. Вот так. Было грустно, да, Аня? Аня вчера обнималась со своей колясочкой. Это первая наша прям любимая проданная вещь, с которой мы провели хорошо время. Мы могли бы с ней, конечно, съездить, но мы подумали, что мы точно так же сейчас купим новую. И если что, ее продадим, вот и все. Просто в этот раз я буду умнее, не буду допускать такие ошибки. Вот. Потому что все-таки честно, кто-то скажет, типа, ой, не надо было тратить деньги, конечно, вам деньги девать некуда. Но мне хочется, чтобы у наших вещей, которыми мы пользуемся, был опрятный вид, если мы можем себе это позволить. Вот. И, к сожалению, химчистка не спасла ситуацию. Я пыталась спасти ситуацию. Мы сейчас со Славой обсуждали то, что, как бы, в целом... Я забыла вам сказать. Мы купили билеты в Грузию. Купили билеты в Грузию? Да, мы скоро полетим в Грузию. И поэтому нам нужна с собой коляска для авиаперелетов. Мы могли бы взять с собой нашу новенькую, но она не помещается в ручную кладь. Нам придется ее сдавать в багаж. И, честно, мне неохота таскать на руках Аню. Или в Славе неохота нам никому не охота таскать ребенка на руках. Что такое? Плохо встал? Перекрыл дорогу пешеходов. Пешеходов же надо уважать. Конечно. Ой, вообще на влог с Кариной ты что-то поснимала, поболтала? Что было? Мы просто на ее влог снимали, болтали, поэтому посмотрите. Ну, короче. Сейчас посмотрим, что там за магазинчик. Надеюсь, там будет много классного брахла. Каждый раз я тебе говорю, остановись, больше тебе ничего не надо. Дом не резиновый, дача вообще в ремонте, вести некуда. Остановить хватит, но не могу. Я думаю, это моя терапия. Так вот, Бизи не хочу брать с собой. Точнее, я бы взяла, потому что она намного удобнее, чем Коя. Потому что Бизи побольше, там и ребенку комфортней. И что у нее еще есть? Куда вообще? Ну блин, сдавать коляску в багаж, ну нам неохота. Да. Мы еще планируем путешествие с Аней до того, как она будет весить 22 килограмма. Я уже думаю. Просто коляска Коя рассчитана до 22 килограмм. Ну, хотя Аня так быстро растет. А, Леша Попойч, а, Леша Попойч? Знаю, некоторые любят написать о том, что Анютка у нас довольно-таки пухлая. Она у нас и высокая. Кстати, мы сейчас проходили диспансеризацию. Ей вчера или позавчера стояли прививки. Корь, краснуха. Короче, проходили диспансеризацию. Она 80 сантиметров у нас, девочка. Длинней модель будет. Ну ничего, чуть пухленький. А что, вы все идеально худыми фигурами, что ли, с младенчеством? Вообще, нормальный у нас ребенок. И врачи это подтверждают. И я, как мать говорю, отличный сладкий дружок. И у нас вообще в роду есть такие пухляши, которые потом стали худышей. Лично для меня это вообще самые классные пухленькие пуптики. Лучше пусть чуть-чуть попухлей будет, чем вообще худыша совсем. Какая здесь атмосфера. Неужели здесь правда какой-то это все еще так вкусно крапивой пахнет? Кстати, мы в среду поедем на дачу, где у нас идет ремонт. Мы поедем принимать работу. Это этап, после которого мы отпустим нашего строителя на целый месяц. Да, мы собственно ручно отпустим строителя. Этот месяц у нас будет получается таким. Короче, за этот месяц нам нужно сделать визуализацию проекта. Заказать радиаторы. Возможно окна. Ну короче, сделаем вот всякие такие моменты, чтобы к моменту, когда наш строитель вернется, ему было над чем работать. Потому что сейчас ему тупо не над чем работать. Из-за того, что у нас реально, к сожалению, процесс не так быстро идет. Короче, мы не можем пока этот процесс сами своими руками ускорить. Как бы нам этого не хотелось. Так что пока что, к сожалению, у нас остановится ремонт на даче. Что поделать? Но, опять же таки, учитывая, что мы за это время закажем что-то, это как раз тот же месяц, оно бы все и шло. Я просто надеюсь, что за две недели где-то Лиля сможет сделать визуализацию. И еще у нас будет две недели. Твоя любовь. Тагас. Тагас. Да, мы приехали в какой-то интересный ТЦ. У меня моя подружка Даша сказала, что здесь дофига Cybex представлен на колясок. Мне надоело смотреть все на сайтах. Я, короче, зашла на Авито. И увидела там колясочку Cybex Koe в бежевом цвете. Их еще нигде у официалов нет. Вот на Авито есть. Я думаю, ну ты крыса, аля ты крыса. Еще и по цене типа супер дешевой. Ну я так написала, типа разузнать, уточнить. Но мне так и не ответили на мой вопрос, почему типа цена меньше, и почему этой коляски нигде в официальных, ну так, в магазинах нет. Поэтому, ПАЛЬ! Ну я так думаю. Да уверена на 100%. Что-то такое вообще, блин. Короче, тут-то в этом магазине, куда мы приехали, где официально, насколько я надеюсь, знаю. Я поставлю, представлю, тут такого нет. А на Авито будет? Да конечно. Будет. Вход, нам сюда. Ты куда едешь? Как можно в ход. Так. Вот. Будь. Че вы чихаете, а? Слава Сане, задолбали чихать. О-ля-ля. Я уже вижу кучу колясок. Короче, есть вот такая коляска. Ну вот эта стоит, написано 57. Но мне такой цвет не очень нравится. Хотя, это типа серая считается. Вот как раз получается тоже как такая новиночка, наверное. Но мне не очень. Мне не очень нравится серый цвет. Как будто это я плохо постирала. Я просто в интернете видела, мне казалось, он немножко другой. Ну, короче, мы решили покупать колеску. Колеску? Колеску черную на розовом золоте. Ух ты! А не хочешь такого мамонта? У меня есть желание на еще одного запрыгнуть. Я тебе так и не показала этот прикол со влога. Он ее и так обменит один мамонт. Да. Какая вся милая. Ты видел такие кроватки? Красивые, да? Ой, она еще с маятником. Все такое миленькое. Так быстро все это проходит. Все вот эти люлечки, люлечки. Ой, люлю. Я заплачу. Ой, милота такая, конечно. Ничего. Мы пока еще родители все еще маленького ребенка. Хочется, конечно, за вторым. Но попозже, попозже, правда. Ну, не знаю, еще год точно. Я бы попутешествовала, что-нибудь такого поделала. О, давай возьмем, Аня, вот такую игру. Калиба, нет, у нее это ксилопон. У нее... Да ей не нравится. Может, пианино вот такое? Да не нравится ей пианино. Ань. А зачем ей ксилопон? Ксилопон это как пианино, только палками стучат. Так и хорошо. Я видела, полезно. Что хочешь? Может, барабан? Может, барабан? Может, барабан? Да? Ну, короче, вот. Прикольно. Ух ты, смотри, какие бортики с динозаврами. Это же Анина любимая. Конечно, они, думаю, пофиг. Хотя, может, и не пофиг. Почему-то мы в семье так решили, мы со Славой, что Аня любит динозавров. Мы и покупаем динозавров, она имеет рычай, как динозавр. Наверное, это мы придумали, что она любит динозавров. Такое миленькое все. Ну, прям для совсем малышей такие пиленки, распашонки. Кепочки какие маленькие. Вообще, да совсем маленьких-маленьких. Прям, как здорово. Ладно, нам надо отсюда быстро уходить, потому что Анютка начинает нервничать. Ой, такие классные теплые костюмы. А еще почему я рада, что мы берем черную? Потому что мы, скорее всего, особо нашей черной уже пользоваться не будем, которая прям. Потому что у нас совсем большая, и нам хватает поменьше. Вот бренд, от которого у нас все принадлежности для, получается, питания. А вот, посмотрите, какой здесь большой выбор. Тут как раз получается бизин, да, как у нас. Вот такая есть беленькая. Вот такие. Вот такой дизайнер самый. С попугаями, не знаете? Так, ну и все. Вы купили коляску. Приятно. Мне кажется, это первая коляску, которую мы сами купили. С первой нашей купленной коляской. Реально все колески до этого дарили бренды. Ну и по бартеру, конечно уж. Не совсем уж подарок. Ну так, ну да. Что-то среднее между подарком и рекламой. Все-таки, наверное, не подарок. Подарок слишком громко сказано. Короче, Тогас, значит. Тогас. Я, конечно, у них в онлайне сидеть люблю. Видно меня. У них, конечно, много магазинчиков. Даже у нас ТЦ, который рядом с домом. Честно, беспонтовая ТЦ, но даже там они есть. Не, ну он не самый беспонтовый ТЦ. Здесь более беспонтовый. Аня выбрала себе игрушку. Покажи. Ань. Покажи эту игрушку. Вот такую она захотела. Все мозги сделала. Вцепилась в нее и не отпускает. Она реально прям к ней подходила. Несколько раз доставала ее. Такая прям нравится. Прям реально нравится. Прям не могу ее забыть. Вот такие она испытывала чувства. И так приятно покупает ребенку игрушки, которые он сам выбирает. Но она, правда, не всегда понимает, что она хочет. Сначала она брала какие-то совсем для младенцев. Так, потрогается. Потом какую-то беспонтовую машинку. Хотя, я знаю, может она о ней мечтает. Угар, конечно. Но я мать, я лучше знаю, что ей надо. Я вообще лучше знаю, что всем надо. Хотела бы сказать. Так, какой тут интересный закуток. Это вроде и ТЦ, но и не ТЦ нифига. Прикольно-то, прикольно. Проблема решена. Черную коляску намного сложнее засрать. Я видела, что написала, что на черной будет видно пыль и так далее. У нас есть черная коляска. У нас есть опыт. На нашей черной коляске ничего не видно. И все-таки у них там такая ткань, которую удобно можно вытереть мокрой тряпкой, салфеткой. Ну, просто если это прям такая грязь-грязь, типа, ну, как я рассказывала, и на белый, то, конечно, хрен ототрешь. Короче, я радуюсь. Мне нравится вообще, мне кажется, черная прям стиль. Так что поздравляете. Это наша уже двести тысяч пятьсот пятнадцатая коляска. Уля. Может, даже продавать не будем. Оставим для второго ребенка. Если не засрем ее. Если к моменту, когда у нас родится второй ребенок. Да не, наверное, Стэм. Интересно. Вот напишите в комментариях. Двадцать два килограмма. Даже двадцать килограмм. Ребенок в каком возрасте весит? Примерно. Так, пошли на эту детскую площадку, раз мы здесь, да? Так, мы увидели здесь, прямо рядом с нашей машиной детскую площадку вот такую. Ну, ничего особенного. Будем качаться на этой штуке, да? Любишь? Дышь. Думаем вот так. Дышь. 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 Аня. Дышь. Дышь. Ага. Это камера. Айди, Доня. Аня. Это уже Аня вас зовут. Аня, да, тоже. Он тоже Аня. Да, но он сейчас, наверное, популярный очень, да, имя. Это я, ты что? Ты думала, это просто стоит? Это ядер, это его фотоаппарат, это его телефон. Снимай, да, да. Вот, накачались мы на качелях. Теперь ходим листья, собираем. Так, 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 осторожно. Анечка. Чуть-чуть головой шмякнулась, да. Аня ходит собирать листовую. Вообще было ветрено на улице, поэтому я лосинки одела. А в итоге довольно-таки... Да нет, нормально, хорошо на улице, свежо. Покажи, сколько листиков собрала уже. Аня очень любит детальки всякие собирать. Так, мы приехали в Африум для того, чтобы сходить в кафешку, покушать. О, мы сюда не пойдем смотреть украшения в поездную дорогу. А Слава пойдет брать себе кофеек в стар кофе. Прикольно. И для тебя оставили кофе, и для меня открыли украшения. Пока. Прикольное, конечно, местечко. Ну, знаете, я в итоге опять хожу вся в своих украшениях, которых каждый день хожу. Так что ненадолго меня хватило. Но что-нибудь посмотреть прикольное можно. Ну и в Африуме. Я купила себе одну фенхиплюшку. Сейчас вам ее покажу. Один на четвертом этаже в ресторан. Вот такая. Мне понравилось. Мне кажется, очень красивое украшение, которое можно каждый день носить под обычную белую футболку даже. Алло. Вот так. Привет. 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 Сейчас. Тюмэм. 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 Короче, у нас Аня. Она не особо из... Она не из болтливых. Мы так думали. Потому что она более такая активная, но вот именно что-то говорить интересненькое. Ну, пока нет. И тут она уже сейчас такая более болтливая. Да. Да. Она говорит. А, э, о. Аф, аф, аф. Хорошо, как смутер. Да. Динозавр, ветерок. А ты хотела там сидеть. Нет, это еще прикольно. Где я хотела там? Просто там есть бестра готовы. А тут еще нет? Неа. Ну, я рыбу тоже люблю. Я сейчас заказала лосось. У Ани курные котлеты. Пюре. И у меня пюре. Пюре. Ох, ты такой балерон. А у Славы рыбка Дорада. И чай пюре. А еще у нас скоро со Славой годовщина. Я три года, когда мы женаты. Чудные три года. А в декабре будет 8 лет со сном месте. Прикиньте, уму непосредственно. Как так долго можно вообще быть вместе? А еще Аня супер нежная. Она обнимается, цилуется, папочку гладит. И мамочку, конечно, тоже. Ань, куда ты убежал от меня? О, кучеряшечка. Короче, я поняла. Я когда не дома, я прям расслабляюсь. Дома я очень нервная, потому что дома я каждую секунду что-то убираю. Потому что Аня бегает, что-то разбрасывает. Я переживаю, что она пройдет. Плюс просто визуальный шум. Когда-нибудь я это отпущу. То есть я в своих влогах последних делюсь тем, что я многие моменты отпустила. Стала более такой, более легкой. Более, точнее, менее замороченной. На какие-то темы. Больше себя начала принимать. Хотя я все еще не оставляю иди сделать губы. Но на самом деле у меня есть асимметрия. То есть, ну, может, кому-то это не видно. Но мне прям видно, даже когда я губы крашу. Я думаю, блин, вообще. Просто, видимо, с одной стороны гель больше расслабляет. И я знаю, что он не рассасывается совсем. Он просто мигрирует. И это меня тоже напрягает. И это мне тоже не нравится. Я думаю, это одна из причин, почему я так сильно отекала, когда была беременна. Потому что... Потому что у меня куча геля в лице. Ну, может, и не так хорошо куча, конечно. Есть люди, которые тебя ого-го сколько колят. Но я себя, конечно, тоже нормально, как знатно колола. Наверное, лучше... Вот я даже думаю, типа нос, да? Я себе колола. Мне этого хватало, если честно. Чтобы чувствовать себя прям... Оф, супер! Чуть-чуть подколол, чтобы пинточка не вниз, а вот так вот. И мне этого хватало. То есть, мне как будто из-за этого не хочется идти на операцию, например. А вообще полностью принять себя я могу. Ну, как бы я, по сути, принимаю. Но когда я думаю о том, что я могу быть еще более красивой, мне еще бывает попадают солился. Типа, знаете, вот там... Мне всегда не нравилось что-то в себе. Я долго думала менять это, не менять. И вот изменила. И вообще не жалею. Типа, жизнь одна. Ну, короче, такие мотивашки к тому, что реально есть хочется, сделай. Страшно, если страшно. Я точно к этому пока не готова морально. И всерьез об этом не задумываюсь, что реально сделать. Ну, и еще я думаю сюда, типа, какой пример я дочке подаю. Вдруг она вырастет. Я же не буду от нее скрывать, что я нос сделала, например. И если ее что-то будет в себе не устраивать. Ну, все равно у всех есть какие-то комплексы. Хочешь, не хочешь. Даже когда тебе мама говорит, что ты самая красивая. Все тебе говорят, что ты самая красивая. Все равно тебе может что-то не нравиться. Короче, нехороший пример. Не хочется подавать. Я сегодня встала в 8 утра. Легла очень поздно и еще ночью просыпалась. А, да. Вообще, мы с ней встали в 8 утра. Ну, кучеря. Можно подушку оттуда взять оранжевую. Ань, скажи мама. Скажи мама. Она не хочет говорить папу. Мы уже замучились ей намекать. Вот не хочет и все. На папу смотрит и говорит мама. Ну, типа, она как будто знает, что правильно это папа. Она все равно говорит мама. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Зато когда она скажет папа, зай, вот ты будешь рада. Да, зай? Короче, 1 августа у нас устала годовщина. И мы забронировали столик в ресторане нашим любимым за стейками. Мы пойдем не одни, конечно. Пригласили семью. Убрать надо? Бррр. Не выделяю. Не выделяю. Вообще, мне надо с вами сходить и руки помыть. Мы с ней были на площадке, она в песке копошилась. Мы и руки выкирли с салфетками влажными, но это не то. Энергайзер. Вечный двигатель, вечный прыгатель. Аня, скажи, а дядя. Она иногда песни поет. Вот такие. Хорошая песня. Аня, будешь котлетки? Тебе котлетки принести, чтобы скорее наслаждалась. Так, вот так вот красиво сидит Анюточка, кушает котлетки куриные с пюрешечкой. Я пюрешечку на вилке обычно даю. Мы сидим с красивым видом. У Ани мультики. Несмотря на то, что это неправильно съесть, не смотреть мультики. Мы так иногда делаем в ресторанах для того, чтобы самим поесть спокойно. Дома у нас редко, очень редко мультики за едой. Ну, прям реально бывает. Брать не буду, но редко. В рельсе практически без вариантов. Хочется спокойно посидеть, поесть. У нее и так хороший аппетит. Я абсолютно не переживаю за то, что она что-то там не понимает, когда ест. Ну, типа, знаете, как про РПП бывает, всякие такие штуки. Я уверена, что это вообще другая тема. Я не идеальная мама. Да. Я просто обычная мама. Итак, вот такое блюдо принесли мне. Думаю, это будет супер вкусно. Вот такое вот блюдо у Славы. Вот так. Так, ребята, я собираюсь сейчас вживую. В первый раз в жизни попробовать спаржу. Даже не знаю, как ее надо есть. И с какой стороны ее жевать. Ой, она упала. Извините, вот такая похерня. Ну, нет, в этом что-то есть. Просто какая-то освежающая палочка. Чего-то нет. Может, ее надо с этой стороны есть? Здесь забыл рассказать, что мы сегодня видели на забеге. Короче, был мужик, без нижнего белья, в костюме, который облегал полностью все его тело. А еще из-за того, что был дождь, он был мокрый. Ну, короче, можно сказать, я все не видел голову мужчину. Мы ржали компашкой, стояли, не могли глаз отвести. Просто прям магнитило туда, ну, что-то прикол вообще. Круга. И вот эта спаржа напомнила мне. Это был угар. Блин, вот эту головку есть или нет? Мне кажется, у нас в Кантану немножко уже надо и плюс. У меня был влог в нюхе. А, не где я говорю, типа хочется на этого мамонта поскорее запрыгнуть. И там в комментах угорают с этого. Короче, спаржа это не мое. Как и больно. Прикольно. Аня уже все-то тоже, что-то прочитала вчера в приложении. Аня, прочитала вчера? Я прочитала в приложении про скачки роста, хотя я, честно, там уже вообще не сижу, и мне уже пофиг на эти скачки роста именно по приложению. Все это чухня. Просто живем. Ну, а мне приходят уведомления периодически. И я, короче, зашла, и там было написано, что ребенок уже такой деловой, выбирает сам, что любит, уже в еде разбирается. Если активно хороший прикорм идет, то уже она сама знает, что она любит, что не любит. Вот могу сказать, что это она любит. И это, конечно, неудивительно. Что? Воды попей. Можно. Завтра, наверное, в школу уже пойдет. Так быстро растет. Ты кое-что пропустила. Что? Скаканула. Пожалуйста, погода изменилась. И вечер уже. Уже полвосьмого вечера. Буду смотреть этот влог зимой, где мы будем в три часа дня в темноте уже в темне. Не хочется так. Не люблю темноту. Ночь. Еще воды? Да. Вообще не хочется зимы, если честно. А мне иногда нравится. Ну, вот иногда. Чисто Новый год и все. Новый год вообще классно. Новый год это вообще... Самое... Как я мечтаю, что мы с тобой на январских праздниках будем лежать в новой квартире, смотреть плазму какого-нибудь Гарри Поттера. Мы уже два года его не смотрим, потому что нам как не до него. Да? Эх, да. Мечты, мечты. Елочку там поставим красивую. Ну, посмотрим. Так, мы пришли домой. И... Вива, кстати, вчера, представляете, мимо сходила. Я не знаю, какова причина ее... Вчера мой папа в гости приходил, может, поэтому. Какая связь, вы спросите? Когда к нам кто-то в гости... Ну, раньше так было каждый раз. Ань. Аня. Когда к нам кто-то в гости приходил, чуть-чуть искался как-то с Аней, даже если на Виву на первую обращали внимание и с ней тоже общались. После как от нас кто-то из гостей уходил, Вива могла сходить в туалет. Но она, правда, да не, мне кажется, это не из-за этого. Я не знаю, почему она так себя повела. Короче, я вчера была злая. Какая молодец. Достала вонючую салфетку. Аня теперь умеет залезать в мусорку. Откуда достать какую-нибудь вонючую салфетку? Или под грузинку? Так, я заказала на любименьком маркетплейсе. И такую вот вайду. Сейчас мы с вами ее соберем. Я же говорю, что я не могу остановиться. Потому что, пожалуйста, появляется что-нибудь в геологике. Что мне кажется классным. Причем я ее заказала, а потом такая, блин, мне же нужна была другого цвета. Аня. Это пипец. Аня. 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 Нет, 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 нет. Иди сюда. Аня. Нет. 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 Иди сюда, смотри. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Уи-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Как машина делает. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Манючая салфетка. Ты зачем с носками ходишь? Ну, не-не-не. Иди мои, какие митки. Ой, не могу. Прелесть ты моя. Короче, дома я вообще не отдыхаю. Просто ноль. Я дома отдыхаю, и то не отдыхаю. Нет, Ань, с тебя 80 тысяч. Я сейчас буду всем показывать, как ты роешься в мусорке. Еще понюхай его, понюхай, может вонючий попался. Голова. Ань, засунь обратно, выкинь его. Вы что думаете, я не ругаюсь? Я уже сейчас начну ругаться. Выкинь его, не уйдет, грузчиков. Ох уж этот маленький гномик. Такая смешная, так быстро уже бегает. Где лезет, конечно же. Смирь познает. Аня уже корм вилый ела. Да, да. Но она его не съела до конца, но во рту поконсервировала. Аня. И, кстати, пофиг, когда я ругаюсь. Ну, я не ругаюсь, как резаная, но вот даже если я как бы тон меняю, чтобы она понимала, что нельзя, ей вообще по барабану. Просто ноль. Что это за коробка такая? Ань, куда ушла? Уже нет сил. Ее быстрее разорвать. Будет скотч расклеить. Аня. Ань, нельзя. Нельзя, я кому говорю. Нельзя. Кусь. Кусь. Разбросала тут вонючих салфеток и трусов. Нельзя. На балкон ползет. Аня, нет, нет, нет. Нет, нет. О, боже. О, боже. Что творит? Ань, малыш, уходи оттуда. Иди сюда быстренько. Смотри, вонючий носочек. Хочешь? Уи, нифига себе. Уи, нифига себе. Лови. Так вот, дома я никогда не отдыхаю. Уже дома у меня постоянно, в моем понимании, срач, который нужно постоянно убирать, убирать, убирать. Мы, мыть, убирать, убирать, убирать. Так, вот такая вот у нас подставка для книг. Аня всегда мне помогает, во всем. Я думаю, все очень просто. Дай эту деталь мне. Давай. Я предлагаю тебе, что мы с тобой собрали ее сами. Потому что я уже думала, что знаю, как у нас собираю. Ну, ты же это не умеешь. Кажется, вот так. Слушай, это что такое? Мне надо в душ. Пошли в душ. С нее сыпется вот этот микроплазит отвратительный. О, она мой. Пошли. Пошли мыть ее. Эта штука всегда идеально вписалась по цвету. По цвету, да. Ну, куда все игрушки остальные девать, которые там лежали? Аня, ты у меня что, гений, что ли? Че, будем китайский изучать с тобой? Че, хао. Ни хао. Анютка, что такое ни хао? Такие небольшие, а вообще не... Бру. 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 Ну да, ну блин. Какая пища у нас. Мне вообще не нравится, что тут так игрушки стоят. А она все в этой игрушке особо не играет, которые стоят. Играла сегодня. Все достала. Так для нее... Для них другое можно купить. Так, вот это она точно не играет. Кыш, кыш, кыш. Нельзя, нельзя, нельзя. Конечно, играет. Посмотри. Посмотри, как она страдает, что ты забираешь у нее игрушки. Я забираю. У нее то, что она хочет подозротить. Так, ну что ж. Эта штука сюда встала идеально в том плане, что... А, не надо, не надо. Короче, встала эта штука сюда идеально в том плане, что она по цвету оказалась прям вообще... Ну, она типа из таких же материалов. Но да, она занимает много места. У нас книг очень много. Это вообще не все. У меня целый шкаф с книгами детскими. Ань. Ань, ну что ты творишь? Ань, ты уже совсем на полу валяешься. А весь потный, господи! О, боже! Тараканец! Короче говоря, думаю, что вот эту книжную полку я уберу отсюда. У меня есть мислик, куда. Но пока оставлю как есть. Вот, у нас тут, кстати, есть изменения. Новый коврик пришел. Хотела его вместо вот этого постелить. Но он оказался слишком маленький, поэтому он пока лежит тут. Не знаю, что мы будем делать в новой квартире. У нас вообще нет столько места для всех вот этих игр. Ну, не, найдем уж для каких-то. Для чего-то найдем, для чего-то не получится. О, ну. Не надо. Ну, не надо. Ань! Странные. Почему странные? Для чего вообще нет? Они для того, чтобы ребенок просто закручивал. Тут просто болт. Им нужно закручивать. Нет, тут видишь? Можно рожицу монстров смотреть. А, прикольно. Типа они разные. Ну, хорошая игрушка, мне кажется, для моторики. Я думала, они какая-то беспонтовая для младенцев. Типа просто какие-то фигурки. А ты вон какие игрушки выбираешь. Мама, дорогая, я тут пропылесосила этот пластик. Я думаю, может, сюда поставить. Например. Потому что у меня есть место либо сюда. Я просто думаю, вот это убрать. Во-первых, столько сосок Ане не надо. Настолько ими не пользуется. Их можно вообще убрать куда-нибудь. Шкаф. Здесь у нас обычно микроигрушечки лежали, но сейчас тоже нет смысла, не пользуемся. И я думаю, может, сюда как-то поставить. Можно станцию пониже опустить, например, на стол. Ну, ладно, это уже в следующих сериях. Я устала, скажу честно. Я сегодня вообще не выспалась. Еще надо искупать Аню. Время уже 21.17. И пойдет Аня спать. Мы сейчас Аню стараемся отучать от Агуши. То есть она у нас уже давно Агуши только один раз в день пьет перед сном. И сейчас мы стараемся ее и от этого отучать. То есть она у нас, ну, вообще, как взрослая тетя. Питается, все. Но иногда, конечно, даем. И сегодня тоже дам, потому что мы в ресторане ужинали. Когда она, во-первых, не так много, мне кажется, съела, как она бы съела, если бы я ее прям кормила. У нее был такой самоприкорм, она сама была себе хозяином. Вот она здесь, Малыш. Любишь мамочку? Любишь мамочку? Держишь крепко, Ань? Что я там говорила, Аня? А сейчас пальчики как есть. Ап, не больно будет тебе? Сейчас в душ пойдем, ладно? Анина любимая это туда-сюда ходить, вот здесь. Вот так вот. Как взрослая, любит. Так вот видите, как быстро выраст ребенок. Ну, мастер, я в шоке. А вы? Я думала, они долго растут. Они очень быстро вырастают. Прикольно. Вот так вот родил. Годик прошел, уже чел прям ходит. Думает, ест котлет. Офигенно. Офигенно. Вспомнить бы еще, что я говорила. Ну, я там планировала попрощаться. Какой миленький, хороший. Сейчас буду купать Аню. Дам ей перецную огуршеньку. Скупаю Анютку, уложу ее. Пистамазать. Не, ну у меня долго мыться. У меня нет. Коляска, картонки, белье постижное, подлаженное, неразложенное. Ну, короче. Просто. Не люблю такое. Но если хоть один день ты что-то не убирал, не складывал, не разбирал, все. Так, я все-таки решила попробовать, поставила, и вот как получилось. Напишите в комментариях, что вы думаете. Убрала соски все, кроме некоторых. Вот сюда маленькую положила. То есть я, короче, все убрала. Все, это огромное количество. Я оставила чуть-чуть. Всем привет. Я сейчас еду в салон красоты красить волосы. У меня что-то сегодня с языком, с ртом. Сухой рот, мне да. Я прям как-то странно говорю. Шепелявлю как будто бы. Чудно. Короче, я еду сейчас красить волосы. Планирую покрасить волосы в какой-то коричневый, каштановый. Не знаю, посмотрю. Попрошу какую-то там палитру. Я не красила волосы. Не знаю вообще сколько. И очень давно не красила. И не знаю еще, как вообще это все будет на мне. Подойдет мне это все. Красиво это будет. Или будет хуже. И лучше вот так, как сейчас. Я помню, раньше говорила, что лучше всего подходит человеку тот цвет, с которым он родился. Его природный, настоящий, натуральный цвет волос. Но я забираю свои слова обратно, потому что я наткнулась на Рилс. Там показывали знаменитости с тем цветом, который у них был изначально, типа при рождении. И какой им идет. И это просто шок. Ну, в смысле, и то, как они покрасились, там поработали со стилистами и реально стали лучше выглядеть. Да что у меня с языком сегодня? Я шеплявлю прям. Надо сделать какие-то упражнения. Не знаю. Что за хрень? Меня это прям бесит. В общем, суть в том, я записывала где-то полчаса влог. Я понимаю, что я одну чушь несу. Просто одну чушь. Я даже не хочу это отправлять Насте на монтаж и просить ее там, типа, вырежи там чушь. Потому что все, мне кажется, чушь полнейшая. И неинтересно, и как-то вообще глупость какая-то, то, что я несла последние полчаса на влог. Только зря потратила батарею и влагу во рту. Я даже не знаю, что-нибудь сказать. Я приняла для себя решение все-таки сделать себе губы и инъекции в нос. Я скажу честно, мне тяжело удалось это решение, потому что я думала, что не буду ничего такого делать. И вообще, типа, и так все норм. Но, во-первых, увидела один комментарий. Типа, блин, что-то Юля себя запустила, седые волосы. Усы гиалуроновые. Кстати, почему так? Это типа гель мигрировал? Или этого нет на самом деле? Нет, я сама вижу, что есть тень над губой. И, наверное, это как раз-таки то, о чем написали. Этот комментарий меня не обидел, а скорее просто подтвердил то, что я сама оттягиваю. Потому что я хотела привести себя в порядок после рождения Ани, и я так этого не сделала. То есть я не чувствую, что я выгляжу как суперстар. Ну, типа, знаете, да, я там как бы головы мою, украшусь, что-то там делаю. Да, ну, в целом пришла в какую-то там форму после родов. Но это совсем далеко, конечно, далеко до какого-то идеала. Я не сходила там на какие-то процедурки, которые хотела, которые ставила себе там как, не знаю, вот цель. Вот закончу кормить грудью, пойду сделаю там. Я хотела перманентный макияж бровей сделать. Я этого так и не сделала. И, блин, как можно парковаться? Это для кого вообще? Для велосипеда какого-то? Сейчас я еще и места здесь не найду, охренеть. Сколько вообще времени? Где времени посмотреть? Мест нет. Плохо. Короче, не нравится мне, не нравится. Я хочу хорошо выглядеть. Хочу выглядеть ухоженной. А вот то, что как бы сейчас вот эти седые волосы, которые мне реально надоели, и все-таки их видно, я считаю, что это вообще не дело. И не норма для молодой девушки. Интересно, я опоздала? О, нет. Я не опоздала! Тогда у меня есть еще время. Целых пять минут могу съесть сникерс в машине. И поболтать. Короче, я... О, нет, главное оплатить парковку сначала. Вот что мы сделаем. Я просто поняла, что я могу быть лучшей версией себя. И, типа, раньше я на это никогда не забивала. Я просто поняла, что в моей жизни с появлением Ани стало очень много всего того, что для меня важнее, главнее, нежели чем сама я. Понятно, что Аня для меня, ну, действительно стоит выше меня, поскольку она еще совсем маленькая. Ну, как я имею в виду, просто объясняю. Она совсем маленькая, и ее потребности, ее желания, хотения я ставлю, конечно же, выше своих желаний и хотений, потому что она полностью зависит там от нас, от меня. Она малютка совсем. И, грубо говоря, ну, нет, дело не только в том, что она малютка, а просто потому, что она мой любимый человечек, мой ребенок. И провести с ней время, куда-то поехать. Просто я знаю, что она меня очень любит, и ей хорошо со мной, и мне тоже с ней очень хорошо, и я ее очень люблю. Поэтому я всегда лишний раз даже из дома куда-то не поеду, не пойду, потому что я понимаю, что ей с мамочкой очень хорошо, и мне с ней хорошо. Ну, короче, знаете, такое. И в итоге я думаю, ну, что мне губы так надо, что ли? Да не надо мне никаких губ, и так я хорошо выгляжу. Ну, я реально хорошо выгляжу, но не вау. Типа, можно всегда выглядеть лучше. Так, сейчас я найду вообще, где я. Потому что навигатор говорит, что я вообще... Короче, я просто подумала о том, что нужно перестать забивать на себя и находить время на себя. Знаете, как давно я хочу покрасить волосы и закрасить седые волосы? Я еще беременная была. Я помню, на гендер-пати у меня есть фотка с гендер-пати, где у меня просто торчит белая антенна. И спрашивается, да? Типа, в чем проблема? Я часто, ну, часто, я уже сколько раз приезжала сюда в Фухейр, делала счастье для волос, потому что это казалось мне более важным. Плюс один раз я приезжала прям реально красить волосы, но меня зачем-то мастер отговорила, сказала, что, во-первых, не закрасится ничего. Удивительно, как я на это повелась. Короче, сказала, что ничего не закрасится. И что, типа, не надо, у вас не так много седых волос, чтобы их закрашивать. Окей. Может, у меня их не так уж и много. Но то, что мне не нравится, как это выглядит, это однозначно. А еще я, посмотрите, какую штучку повесила, нарядилась. Я в шоке, что я не опоздала, потому что у меня дома, даже не дома, мне надо было рядом с домом сделать кое-какие дела, и эти дела меня задерживали. И я думала, что я опоздаю. Итак, съела одну половинку сникерса, не успела я дома покушать, заказала доставку еды. Она пришла, но я не успела уже поесть. Короче, на то, чтобы вот так вот наконец-то задвигаться и заняться собой, что меня смотивировало? Один комментарий. Нет, не один, не только комментарий. Это я перечисляю. Комментарий, что, типа, что-то Юля совсем... Типа, волосы седые, не закрашивает. Там, губы, вот, ну, короче, что-то такое. Ну, я, как бы, вроде за собой ухаживаю, но, по-честному, это не то, что я считаю. Типа, ну, вообще, я молодец, такая прям... Молодец. Нет, не так, ни хрена. Вроде я ухаживаю, а вроде нет. Ну, короче, это лично для меня даже, у меня самой как-то, ну... Я всегда, знаете, находила раньше на себя время, конечно, до рождения ребёнка. Моя внешность, то, как я выгляжу, чтобы быть такой супер-классной, вот всегда стремиться к ещё, там, большему какому-то там идеалу. Но старалась всегда в рамках разумного. Я, как бы, всегда что-то делала с собой, стремилась там, как-то ухаживала за собой. А сейчас как-то подздала, реально подздала, потому что думаю, да ладно, я и так нормальная, да кому это надо, да всё нормально, чё, хвостик, коп, всё, пошли, ну, седые волосы, ну, ладно, если их спрятать или повыдирать, ну, невинно же. Губы, ну, нормально, если губы карандашом накрасить, то они одинаковые, а у меня есть асимметрия, ну, небольшая, вы её даже не увидите, скорее всего. Короче, суть в том, что мне просто хочется быть больше фипочкой, ухоженной, чем я являюсь сейчас. Мне хочется. И что ещё меня смотивировало? Долго болтать не буду, потому что уже надо идти. Я посмотрела, блин, я... Мы снимали реакцию со Славой, и мне так не понравилось, как я там выглядела. В том плане, что меня больше всего задело то, что я расчесалась перед съёмкой, а почему-то оказалось, что я выгляжу вообще не расчесанной. Просто тогда к нам ещё приехали родители Славы, я бегала вот так вот по дому, готовила ужин, чтобы мы все вместе покушали, чтобы они сидели потом с Аней где-то часа, там, два, например. Всё там подготовила, им всё показала, передала, там, вот Аня, всё, вот игрушки, вот, ось, и пятое-десятое, и вся была вот такая вот замыленная, и потом мы сели снимать реакцию. Ну, я вообще-то причесывалась. Ну, короче, всё равно всё так было, знаете, в суматохе, но я просто расстроилась, потому что думаю, ну, какого фига? В общем, ладно, всё, я побежала, и просто я там натыкаюсь на какие-то свои старые видео, ещё что-то. Мне не всё нравится то, что я раньше с собой делала, где-то я похожа вообще, не знаю, не на милую лейди, а на какого-то, не знаю, ну, трансвистит, если можно такое говорить. Ну, короче, мне не понравилось, слишком какие-то грубые черты лица, брови такие, ну, короче, не бывает прям, вау, идеала во всём, но хочется оставаться нежной, женственной, но при этом такой чикой, чикой. Я распустила волосы для того, чтобы показать вам, какой у меня цвет волос был. Зонт не буду брать, думаю, дождя не будет. А если будет, то промокну, так и быть. Всё, я прибарковалась, но это вы и так знаете. Короче, не знаю, что мы мне покрасим на голове, буду ли я красоткой после этого. И у нас сейчас столько белых полотенец, наверное, у меня будет краска смываться. Ну, короче, не знаю даже, чего ожидать от всех моих этих планов, но ходить с седыми волосами тоже не хочу. Надеюсь, что реально всё закрасится, и мне этого хватит хотя бы, я не знаю, на сколько на полгода, может, хотя бы хватит, хотя, наверное, не, ну всё равно будет же потихонечку смываться, и корни отрастать. Короче, ладно, поживём и увидим, да? Не знаю, не знаю. Так, ну что ж, я уже в салоне. Мастерам посмотрели палитру, посмотрели на мои волосы, на мой цвет, пообсуждали. Не знаю, конечно, что получится. Очень волнительно. Ещё посмотрели, насколько длинные у меня седые волосы. Ну, типа, они прям вообще... Вот. Очень седой. И очень длинный. Не знаю, вам, наверное, видно. То есть эти седые волосы растут у меня очень давно. Короче, решили, что вот так вот будем просто закрашивать седину сейчас, а дальше будет именно какое-то тонирование. Ну, я в этом не сильно разбираюсь, но мне самое главное убрать вот эти, которые здесь, прямо на макушке, которые больше всего видно, потому что, если что, при желании, я смогу себе взять и отрезать те, которые вот здесь, например, будут. Ну, короче, не знаю. Да, волнительно. Ещё непонятно, как это всё будет у меня лично смываться. Со временем есть риски, что будут какие-то оттенки, может быть. И вот мастер мне сказала, что, скорее всего, у меня будет каждый месяц-полтора приходить корни подкрашивать. Максимально, конечно, не хочется этого. Я вообще отлично жила до того, как решила краситься, потому что, когда уже начинаешь краситься, уже потом варианта остановиться нет, потому что всегда придётся закрашивать или отращивать свои как-то, не знаю. Но чего не сделаешь ради красоты. Если бы не седые, я бы дальше ходила и не парилась. Но я больше не могу ходить с этими седыми волосами, поэтому всё. Так, девчонки, я уже в машине. Вот такой вот результат. Пока не знаю. Ну, как бы ясно, что стало темнее, более коричневыми волосы стали. Я хотела, чтобы немножко отливала в каштан. Вот. Ну и, конечно, самое главное, закрасить седину. Ну, вижу их прям коричневыми. Ну, конечно, ещё у меня волоски дебильные топорщатся. Ну, от них не убежать. Ну, я прям вижу, что вообще очень коричневыми стали волосы. Коричнево-каштановыми прям. Ищу седые, не вижу. Их нет! Не, ну, может быть, где-то парочку я и найду. Потому что мастер сказал, что не всё прям идеально закрасилось. Ну, в смысле, там какие-то, она говорит, были такие. Проскочили. Ой. Мне кажется, стало понасыщенней, да? О, ну тут вообще... Вай-вай. Всё-таки цвет, который был мой, он тоже вообще супер-бомба. И он более холодный, чем то, что мы сделали сейчас. Вот. Но в любом случае я смогу потом покраситься иначе. Теперь мне придётся краситься всегда. Не знаю, пока не знаю, совершила ли я огромную ошибку в своей жизни. Ну, нет, как я могла совершить ошибку, если я не хочу ходить седая? У меня вариантов-то особо и не было. В общем, ладно, я ещё буду привыкать. Я пока не могу сказать какой-то вердикт, да, что, типа, мне нравится или мне не нравится, было лучше или стало лучше. В любом случае я вижу разницу. И самое главное, для чего я это делаю, это из-за седых волос. Если бы не седые волосы, я бы вообще не стала красить голову свою, потому что у меня отлично жилось без мысли о том, что мне теперь каждые полтора месяца нужно будет ездить где-то на три часа вот это всё красить. Такие дела. Я поехала домой кушать, там меня ждёт рыбка с пюре. И, не знаю, смотреть на себя новую, в разные зеркала с разным освещением, привыкать. Моей любименькой. Ты сам писал? Конечно. Лиза. Спасибо. Очень мило. Завтра у нас будущий, но, между прочим, три года. Мы со Славой решили сделать совместный друг другу подарок. Очень странный. Мы купили новый пылесос. Вот это подарок. Да не, блин, да как-то вообще нету такого. Ну, может, это неправильно? Напишите в комментариях, вы дарите что-то друг другу, ну, там, в своей половинке на годовщину свадьбы? Мне кажется, не знаю даже. Конечно, да. Наверное, надо, да? Конечно, да. Любовь? Не, любовь это не то. Не, не, не. Про что-то другое. Короче, всем привет. Сегодня 31-е. Хотела сказать августа, господи, слава богу, что нет. Потому что ещё целый месяц впереди. И лето, ну, такого условного лета я вообще еду в спортивных штанах, а Аня тоже. 23 градуса. 23 градуса, но был ветер сильный и дождь периодически в последние дни. 31-е июля. Завтра у нас годовщина свадьбы. Три года. Вот. А получается, через 7 дней Анечке будет 13 месяцев. Типа год и месяц. Шок. Короче, деткам же маленьким не говорят обычно, типа, год и один, год и два. Ну, нет, говорят, но часто именно используют количество месяцев. Типа 18, там, 15. Ну, мне всё равно проще год и месяц. Что за чушь? Я так запутаюсь. В 13, 14, 15. Мне проще. Ну, да, там же считать надо. Ну, да, да. Зачем мне это надо? Вообще. Да, Анютка смесь нужна. Анютка понимает, папин юмор. Да. Короче, чё раз сказать, девочки, мы едем на дачу принимать работу у нашего строителя. Везём ему, конечно же, деньжат за его проделанную работу. И всё, и отпускаем его на месяц. Собственноручно отпускаем его на месяц. Я бы не хотела такого, скажу честно. Но, и причём мало того, что я даже нашему строителю передала информацию о том, сколько всего у нас там ещё можно сделать на улице, на участке. Ну, за что тоже отдельно как бы мы заплатим. И я надеюсь, что мы это успеем сделать именно вот в этот момент. Ну, не сейчас, я имею в виду, а пока у нас там рабочий, ну, рабочий работает над домом, да, внутри. И заодно он сможет снаружи решить какие-то мои хотения, желания. Конечно, всё-всё мы не сделаем, но у меня есть, знаете, какая-то идеальная... Ну, не идеальная, но это можно и весной сделать. Короче, у меня есть просто дикое желание, какая-то, может быть, мечта даже такая, ну, мини-мечта. Ну, нет, это не мини-мечта, это нихера тебе. Ну, да. Есть у меня такая фантазия, чтобы следующий Аня день рождения, то есть через год, получается, отметить на даче. И чтобы у нас на даче там уже, ну, фазенда такая была, знаете. Я бы хотела, чтобы мы на улице поменяли, убрали вот этот асфальт, который весь потрескался уже со временем. Красивый там плитку какую-то положить, брусчатку, не знаю, либо залить как-то прикольно. Ну, чтобы там так прям всё было красивенько. Ты чё так едешь, Зай, мне прям вот не нравится опять. Ты переживай, у меня только нога на полосе. Ну, просто мне нравится, что ты разгоняешься прям в машины и перед ними тормозишь за чуть-чуть. Просто был съезд. Почему нельзя просто держать большую дистанцию, чтобы не было комфорта? Я вообще-то держу держу дистанцию, ты видишь. И вот я вчера ходила, закрашивала седые волосы. Как вы думаете, почему? Потому что меня постоянно ставят в положение, где я должна чувствовать, что моя жизнь вот сейчас что-то. Это жизнь. Ничего с этим не поделать. Просто прими, это как факт. Мне нравится. Ну, просто не смотри на дорогу и всё. Я как водитель не умею не смотреть на дорогу. У меня это в крови. А ты научись. Научись, водитель. На, читай книгу. Аня у нас вообще просто токсик, душнилый. Как назвать мою принцессу? Последнюю неделю она... Короче, у неё как будто, знаете, кризис одного года. Она прям такая... Вот такая. И мы, конечно, славы, её просто офигеваем. Потому что она может просто подходить и... То есть она не плачет. Она просто вот такая... Ну, видно, что как нерв оголённая такая. Ты мой слёденький. Я мой оголёненький. Я вообще спокойно... Ещё хорошо, что у меня ПМС прошли. Что, конечно, иногда... Вот я даже натыкалась на такой рилс. Типа, от чего ты ещё, бывает, дома устаёшь? Вот с ребёнком. Не от того, что там надо что-то игрушки поднять, что-то приготовить. А когда ребёнок именно постоянно там мычит, орёт. Это вот просто именно морально давит бывает. Вот. Но нужно просто отключаться в этот момент и понимать, что, ну, типа, что поделать. Это как бы ребёнок плюс такой период, где-то он нервный. Плюс у Ани зубы. Она там просыпается. У нас в 5 утра и час может не спать. И вот сегодня тоже ночью мне так хотела спать. Так хотела спать. Она всё не спит, не спит. Крутится вверх, я тебя. Крутится вверх. Ничего, ничего. К нам приезжал невролог Кань. Вообще мы прошли, получается, сейчас полную диспансеризацию Ани в один год. И сделали, получается, прибивки от Кори Краснухи. И там что-то ещё, ты не помнишь? Да там ну всё. Короче, уже всё давно это сделали, всё хорошо прошло. Когда мы были на... Смотри на ногу. Жесть. Короче, на номерах просто шестёрки. Шестёрки. Это что, белорусские? Таджикс. У них там свои номера. Так вот, прошли диспансеризацию. Она прошла так себе, скажу честно. Нам... Ну, у нас вообще с клиникой контракт. Кстати, у нас закончился этот контракт с клиникой. Потому что уже год, и нам надо его продлевать, либо не продлевать. И просто уже там к врачам обращаться, когда мы там считаем необходимым. Ну, педиатр точно у нас останется, понятное дело. Плюс там прививки. Вот это всё. Микроб книгинь. Погладь его. Тики-тики-так, тики-тики-так. Дальше давай смех. Ай, гладь его животик. Это же микроб сидеть. В холодильнике микроб сидеть. Но не у нас. Мама мула и всё. Мы приезжали в клинику. Аня сделали УЗИ. Всё нормально. Но Аня орала всё УЗИ. Потом ей пытались сделать КТГ. Она орала всё это КТГ. Потом её смотрел Лор. Да, у горло-носы. Короче, всё это время тоже она орала. Потом сделали ей мантуху. Конечно, она тоже орала. Ну, короче. Наш поход в клинику прошёл так себе. Домой к нам врачи приезжали. Аня тоже плакала. То есть это вот такой, знаете, уже у неё начался возраст. Когда, во-первых, чужой человек. У неё настроение испортилось. Может, она себе в голове что-то придумала. Я не знаю, что. Что, может, её заберут или обидят. Или без понятия. Просто негодный чужой человек пришёл домой. И просто всё. Настроение по нулям. Она уже лучше знает, что ей надо. Вот так вот нервничает. Давай, мама тебе поможет. В общем, сейчас такой период, когда нужно ещё больше уделять внимание Ане. Ну, в смысле, мы и так его уделяем насколько можем максимально. Но сейчас нужно проявить ещё большую какую-то внимательность к её состоянию, к её настроению. Как-то помогать ей стараться. Помогать, справляться с какими-то, ну, такими кризисами, возможно. Плюс она сейчас очень быстро развивается, растёт. Она же ходит, уже начинает бегать. Там что-то прыгает чуть-чуть даже. Конечно, всякие, наверное, нейроны в голове её. Очень быстро там делятся на клетки дети. Ну, покушай, посмотри. Алло. Да, здравствуйте. В одежде не смотри. Вон, стрип, мячутся, и вот ты. Страшные, рубашные, брючные, рубашные. Ну, а что мне там остановилось, мои хорошие? Заедем на дачу, нам ехать час. Посмотрим, что у нас там новенького, интересненького. Потом заедем, конечно же, по традиции, к моей бабушке Наде. Она же мама папы. Вот. А ещё, я, по-моему, говорила во влоге уже, но я уже немножко запуталась, где я что рассказала, как я и рассказала, потому что, кто не в курсе, у меня ещё влоги на Рутюбе выходят, поэтому имейте в виду, и влоги там выходят, и реакции. Кстати, сейчас на днях будем снимать новенькую реакцию. Вот, поэтому я, не знаю, уже запуталась, где я что сказала. Ещё такие суматошные деньки были, последние какие-то. Ну, как всегда, они всегда все-таки. Мы купили билеты в Грузию, вот, так что скоро улетаем. Ну, нет, не совсем прям вот совсем-совсем скоро, ну, скоро, можно сказать, да. Вот, поэтому прикольно. Я рада. Всякие мысли у меня в голове из-за этого. И даже сны какие-то снятся, как я в Грузии, какие-то у меня визуализации в голове, знаете. Картинки такие всплывают. Странно, очень странно вообще лететь в Грузию у меня как-то. Во-первых, я там пять лет не была. И последний раз, когда я там была, я была там, можно сказать, вообще ребёнком, блин. Жизнь моя была совсем другой, совсем другой. Кто-то мама тебя отвернёт. Да, вот тут прям видно, что они такие, каштановые какие-то. Интересно-интересно. Мне кажется, мне макушку покрасили. Она красная. Наверное, смоется. Помните влог, где я рассказала, ну и реакция тоже, где, короче, Слава рассказал, что он потерял сумку, ему вернули сумку, и как бы вознаграждение сделали мы. Размер 40 тысяч. Размер вознаграждения был 40 тысяч. И люди в комментариях разделились. Ну, я считаю, что это очень хорошая сумма вознаграждения. Прям, типа, ни х***я себе вообще. Очень хорошая сумма вознаграждения за то, что человек нашёл потерянную вещь, принёс домой. Ну, вообще, как бы, благодарность очень большая за это всё. Короче, люди в комментариях. Кто-то посчитал, типа, то, что, типа, и это вознаграждение. Типа, это что за вознаграждение такое? Если у вас там было столько-то денег, документов, нужно было... Одна девочка написала вообще такой угар. Вот вам прикреплю скрин. В Телеграм тоже выставляла. Ну, это реально рыжака. Нужно было отдать все деньги, которые были в кошельке. Квартиру переписать в машину. Ну, нереально, все, как бы, угорают. Типа, что за чушь? Одна девочка написала такой комментарий. И там был посыл, что вообще, типа, что за общество у нас такое? Что когда твою какую-то вещь тебе приносят, то человек ждёт вознаграждения. Почему ты не можешь просто, типа, сделать хорошее дело? Это, во-первых. Во-вторых, та девка, которая написала про то, что это 40 тысяч, это вообще копейки за то, что у вас там лежало. Вы должны были больше отдать. Все вообще деньги должны были отдать. И кто-то написал, что, типа, наверняка, если бы она нашла такую сумку, она бы даже не стала никого искать, чтобы эту сумку отдать. Я просто себе всё захапала и всё. Да и просто, вот знаете, я не представляю. У меня даже в семье не один раз были случаи, когда кто-то из родных, вот у меня отчим как-то потерял телефон. Просто, короче, какая-то там была такая история, типа, он то ли заправлял машину и телефон положил наверх, поняли? Я на крышу багажника и забыл об этом, и поехал. И потом, через пару часов, кто-то позвонил, сказал, типа, вы потеряли телефон, приезжайте, забирайте. Я уже не помню, как там, что там по вознаграждениям и так далее, но просто... Не, наверное, точно дали какие-то деньги, вознаграждения. Аня, мама тебе помогает, чтобы ты уснула, давай. Короче, я к тому, что вот я представляю, если бы я нашла чужую сумку на улице, я, наверное, не ждала бы никаких вознаграждений, если честно. Ну, наверное, это правильно отблагодарить. Ну, это просто как бы как правильно с точки зрения, что просто, ой, спасибо тебе большое, вот там, возьми на чего-то, да? Вот, как бы, хочу тебе сделать приятный за твой хороший поступок. То есть это должно быть такое, как бы, как от души, и всё-таки ты же сделаешь хорошее дело. Просто, наверное, потому что ты должен быть хорошим человеком и сделать хорошее дело. А можно не прижиматься вот так близко для этой необходимости? Вы думаете, я хороший человек, если я так мозги делаю своему мужу? Напишите в комментариях. А он хороший человек, если он так постоянно делает, что меня бесит? Скажите, напишите в комментариях. Завтра три года, как мой месяц, у вас любой. Так, она не уснула. Короче, помните, я во влогах говорила о том, чтобы найти где-то на маркетплейсе. Ну, я не искала, я знаю, что такие есть. Я могла бы легко найти, заказать давно, а держать голову. Такая фигня, типа, ты прикрепляешь сзади авто этого кресла, и мягкая такая подушечка, как бы, ребёнка голову держит, чтобы она вот так вот не падала, когда ребёнок спит. И тут я натыкаюсь буквально вчера на Рилс, где рассказывают, что ни в коем случае это не надо. Почему? Потому что, если, не дай бог, какая-то там авария, ещё чего-то, эта штука может сделать хуже. Ну, что, типа, всё в автокресле уже так придумано, без всяких держателей башки для чего-то. И, типа, добавлять какую-то лишнюю деталь, которая не предусмотрена и не планировалась, типа, да? Ну, что, типа, не дай бог чё, мало ли чё, с шеей не там, знаете, что эту хрень будет держать голову, а наоборот должно было быть какое-то вот, если не дай бог, столкновение. Короче, не дай бог никому такого. Ну, вот, блин, я задумалась, а реально, может быть, этот так называемый гаджет и не нужен? Короче, напишите в комментариях, чё думаете, есть ли у вас такие штуки у детей, нужны ли они? Как будто бы не нужны. Мы же так редко в машине, именно в момент, когда Аня спит, и редко мы куда-то прям долго едем, плюс она растёт. И интересно, а когда у неё вообще не будет дневного сна? Наверное, долго ещё будет. Она же малютка. Ну да, долго должен быть ещё. И в садике ещё, нафига себе. Так, ребята, мы приехали в дом, здесь сделали стяжку. Я, правда, не знаю подробностей, но пол стал выше, заметно. Получается, под полом, сейчас вам прикреплю видео, находится тёплый пол, а это, знаете что? Трубы, по которым потечёт горячая вода. И тут, получается, везде стяжка. О, вот это я ещё не видела! Мама дорогая! Я теперь вижу вживую. Аня, ты видишь это? Мы пришли с Анютой. Она в машине поспала, но несколько часов много. Я пыталась её тут ещё уложить. Вот, но она не стала. Блин, прикольно. Теперь, когда здесь есть тоже перегородка, у нас все стены теперь в доме есть, тут тоже есть. Ну, получается, хватит вообще. И так мы сюда две будут открываться. Вот так вот мы с Аней сейчас ходим. Доходим в гардеробную Аня. Здесь у мамы будет шкаф. Здесь вообще полно места, девчонки. Здесь шикарный гардероб получился. Ну, понятно, добавится два шкафа. Вообще. Вим, а как тебе? Вот мы здесь лежим с Анютой за кроватью. Лежим, смотрим телевизор. Смотрим телевизор? Я буду волноваться. Нельзя здесь ходить маленьким ушам. Есть, скрипит. Прикольно. Очень прикольно. Давайте на заднюю тоже поснимаю. Вот получается стена, перегородка. Сзади у нас будет гардеробная. Это перегородка для будущего, получается. Холодильника. Тут холодильник у нас, духовка. Ну, и какие-то еще полки. Микроволновка там же будет. Стена здесь вы уже видели. Тут уже стяжка, теплый пол. Здесь уже поставили инсталляцию. То есть там останется докупить как бы к туалету сам. Ну, туалет. То, что вот спереди видно. Эту вот красоту. Ой, ману ми. Мне нравится. Мне очень нравится. Тут все у нас будет. Теплый-теплый пол. Самый теплый. Самый пол. Вив, как тебе? Помнишь тут, как было вообще? Сразу же окна стали ниже. Ну, на том же уровне, как было. Хотя, мне кажется, может даже и выше стал пол. Все-таки у нас раньше не было теплого пола. Надо узнать. Мне просто самой даже интересно это. для сведений. Все-таки у нас нет. Ла-ли-и-и-ла-ла. Ла-ли-и-ла-ла. Ла-ли-и-и-ла-ла. Круто. Круто. Ли-и-и-и-ия-и-и. Открывались и закрывались с пульта. Классно! Все получается классно. Давай еще снимем видео. Фалашируйте. Вот так сделай. Фалаши. Фалаши. А теперь, ребят, давай. Ребят, я отдала Анютку Славе. Потому что ходить с ребенком по дому, где-то стройка на руках, еще снимать, ну, конечно, тяжело. Там на улице, правда, начался дождь, поэтому не камильфо, но что поделать. Я думаю, что будет круто. Все. Короче, шторы у нас, наверное, досюда где-то пойдут. Не знаю, как это будет, но они будут закрываться, открываться с пульта. Ну, я думаю, это будет две разные штуки. Типа это окно открывается отдельно и это. Вот. Здесь, наверное, мы не будем вообще шторы делать. Тут, наверное, надо сделать какие-то, ну, как-то римские шторы или вообще, я не знаю что, но что-то другое. Так. Смотрим. Сюда провели проводку с прошлого раза. Угу. Строитель сказал, что внизу пол ничем не изменился. Ну, то есть по высоте так же, как и было раньше. Прикольно. Тут такой запах прикольный. Типа стройки деревяшек. Так. Тут у нас добавилась инсталляция. То есть здесь у нас будет унитаз. Тут уже сделали канализацию. Аааа. Как же круто. Вот видите, какая интересная у нас система. Блин. Девочки. Девочки. Вот туда вниз, получается, у нас уходит канализация. То есть все это у нас будет спрятано. Вот. Там. За гардеробом. То есть вот тут у нас будет шкаф. Все. Этого не будет, конечно же, видно. Но, по крайней мере, доступ туда какой-то у нас, видимо, все равно будет. Ну, наверное, мало ли что. Вот. То есть через тот проход, наверное, какой-то доступ будет. Это я сейчас тоже у нашего строителя спрошу. Просто мне для сведений. Ну, короче, вот труба. Все проделали. И, получается, эта труба ведет вниз на первый этаж в общую канализацию. Вот так. Получается, на первом у нас прямо вот здесь находится туалет, внизу который. Все это в одной как бы системе. Что тут изменилось? Это высота дверей. Я за кадром очень улыбаюсь, потому что для меня это такое счастье. Высота дверей изменилась. Так что видите теперь, какие высокие двери стали. Ну, тут мы с вами уже гуляли, смотрели. Если вдруг кто не видел, то у меня на Рутюбе есть влог об этом. Посмотрите обязательно. Вот. Так что теперь вот такие высокие у нас двери здесь. Еще мы перенесли дверь, потому что сначала строитель наш сделал дверь в чулан вот здесь. Там же, где я была. А потом Лиля на проекте нарисовал, что все-таки все должно быть вровень с одной стеной. И, ну, конечно, так будет логичней, правильней. Поэтому у нас будет вот тут дверь. Ну, и вот здесь дверь уже в унитаз. И получается, что когда я зайду в чулан, буду заходить, я буду здесь заходить и вот так вот еще идти по небольшому коридору. Ну, все-таки это реально правильно, я думаю. Конечно, с точки зрения красоты, визуализации какой-то. Так что теперь тут высокие классные двери в, можно сказать, в потолок практически. Ну, конечно, двери высокие. Это выглядит шикарно. Это сразу же увеличивает пространство визуально. Ну, короче, прям красота. Я так радуюсь просто, вообще. Я уже здесь живу, мне уже нравится. Тут голые стены, нет кровати, но это просто офигенно. Просто офигенно, вообще классная комната получается. Сюда я уже планирую телевизор какой повесить, большой не повесишь. А вообще можно поставить? Лучше поесть, конечно. Короче, это все фигня. Сейчас я тут на телефон посмотришь, я каждый раз приезжаю, даже ничего не снимаю на телефон, потому что забываю это вообще на это время. Вот и Аня пришла. Главный строитель. Ну, проверяй работу, Аня. Иди, проверяй. Где будет твоя детская потом, когда подрастешь? Оп. Ну что, Анют, ничего так? Тебе нравится? Хорошее помещение? Берем. Не трогай деревяшки. Зай, говорю, не трогай. Друг занозенька. Папе, ручку дай и не отпускай. Малышам не место на стройках. Не надо, не надо. Я в целом практически тут закончила. О, здрасте. Все, короче, пришли посмотреть, как тут дела. Я уже сюда переехала. Я такая не это, не постоянная. Я все бешусь, думаю, когда же я перееду уже в квартиру, а мне уже хочется сюда переезжать. Еще посмотрите, какая чудесная гортензия у наших соседей. Когда же у меня будет такая? Ну что, Анют? Держи ее за, держи ее вообще прям за все руки и ноги. И Виву тоже. Вив, зачем сюда пришла? А ты посмотри, какие высокие двери здесь будут. Не вот это, а вот эти. А, ну, получается, вот эта дверь у нас тоже высокая, не получится. Ну, вообще классно. Нет, вот эта планировка огонь. Сторож лучше приведущий. Проблема только в том, что вот здесь надо... Какая проблема? Потому что здесь надо от мышей все пенить как-то, как-то защищаться. Потому что я уверен, что мыши заходят не через подвал сюда, а через второй этаж. А вот на втором этаже бетона же не будет. И вот всякие уголки. Типа вот таких вот. Вот таких вот углов. Вот там они могут ходить вообще. Для них это вообще прям раздуль. Хотя они и монтажную пену жрут. Даже дерево могут жрать. Нет, даже дерево они жрут, там вообще плевать. Такие вот они паразиты. Что поделать? Иди сюда, Вива. Осталась. И мамочка двоих. Так, фоточка для заставочки. Напротив разрушенной стены. Крым. Крым. Крым.